Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня говорим, как обычно, об осознанности. Каждое видео, оно встраивается в цепочку видео о том, как повышать уровень осознанности. Потому что каждый из нас наверняка хочет, чтобы лучше понимать себя, других, понимать, что делать, что не делать. И мы часто, бывает, теряемся в догадках, правильное это решение или нет. И вот осознанность это взаимодействие со всем миром. То есть то, как мы чувствуем себя и других, то, как мы чувствуем пространство. И в этом состоянии осознанности мы можем действовать так, как мы действительно понимаем это. Каждый из нас это как частичка вселенной. И мы все взаимосвязаны. То есть каждая частичка связана с общим целым. И мы можем в этом общем целом взаимодействовать. То есть мы можем чувствовать, что правильно, а что нет. И вот повышение уровня осознанности – это шаг за шагом удаление тех барьеров, которые мешают нам осознавать пространство, осознавать, что происходит, как это происходит, почему. И вот в этом состоянии осознанности единства мы чувствуем, что правильно, а что нет. Мы чувствуем, как нам поступить, что делать, а что не делать. И в этом состоянии осознанности мы можем проявлять себя такими, какими мы есть, на самом деле, истинными. Вот и истинность это вот это тонкое чувствование, которое лежит внутри нас, которое помогает нам двигаться дальше, справляться с обстоятельствами и понимать, что вот это действие корректное, правильно, а это неправильное. И вот в таком состоянии осознанности может находиться каждый человек. Что я предлагаю? Я предлагаю убирать те негативные заряды, которые у человека накапливаются ежедневно. То есть случился у человека, например, какой-то неприятный инцидент, да, это у него отложилось в уме. Случился другой инцидент, тоже отложилось в уме. Получается, таких инцидентов накапливается большое-большое количество. И когда человек, ну скажем так, переполнен такими случаями негативного заряда, у него состояние постепенно ухудшается, и он выходит из осознанности, то есть как бы как разрывает контакт с самим собой, со Вселенной. Вот, и в этом состоянии, конечно же, он не может уже правильно, корректно действовать, то есть у него начинается состояние, когда он не знает, что делать, как, не знает, какие действия правильные, и вообще стоит их делать или не стоит. И получается, он живет в этом состоянии, ну, по сути, всю жизнь. И когда я говорю, давайте посмотрим, что же произошло с вами, да, то есть мы углубляемся в прошлое и находим там эти инциденты, где произошел негативный заряд, вот. И когда таких инцидентов мы проработали достаточно большое количество, да, то есть убрали оттуда внимание, вернулось в настоящее время, соответственно, у человека состояние выправляется. То есть осознанность – это способность человека быть здесь и сейчас, в настоящем времени, то есть не где-то в прошлом или в будущем, не блуждая по своему разуму, а именно в настоящем моменте. И вот в настоящем моменте как раз и происходят самые важные изменения, то есть те, которые необходимы человеку. То есть когда человек где-то завис, соответственно, он не может двигаться, ну, корректно по пути, по временному отрезку времени, да, то есть не может двигаться в моменте здесь и сейчас. Вот. И, соответственно, чем, скажем так, человек больше у него таких застреваний, тем сложнее ему отслеживать все, что с ним происходит. То есть он начинает путаться, начинает куда-то там уходить, и состояние у него постепенно ухудшается. Вот. А когда у человека, ну, внимание вышло наружу, да, то есть в настоящий момент, соответственно, это и есть осознанность, то есть он понимает, что происходит и как происходит. То есть в сессии мы двигаемся все глубже и глубже и находим истоки, истоки вот этих вот болезненных состояний, которые мешают человеку быть в настоящем моменте. Таких, ну, как бы, случаев, конечно, большое количество, но наша цель выявить самые важные. Вот, например, у человека произошла какая-то потеря или травма, как физическая, так и психологическая, да, вот именно вот эти моменты важно выправить. И что еще самый важный момент, это происходит исцеление способностей. То есть способности вспоминать, способности корректно общаться с другими людьми, способности справляться с проблемами, способность в том, чтобы избавиться от утаиваний и каких-то вредоносных проступков, способность справляться с изменениями в жизни, способность быть свободным от фиксированных суждений. Вот эти все способности восстанавливаются у человека при движении, повышении осознанности. То есть вот такой путь повышения осознанности, он называется мост к полной свободе. То есть мост, который дает возможность от обычного состояния человека прийти в состояние радости, покоя, гармонии, счастья. И вот в этом состоянии каждый человек может находиться и радоваться жизни. И тогда у него происходит действительно чудесное исцеление. Я сам уже занимаюсь процессингом около 20 лет и пришел в процессинг в состоянии какого-то незнания, непонимания, как действовать, почему вообще эта жизнь таким образом происходит. Нет инструкции по жизни. А с помощью процессинга и восстановления способностей я получил эту инструкцию по жизни и стал действовать осознанно и корректно. И соответственно, то есть вот состояние выправилось. И потом, когда я получил собственное понимание жизни, я начал это знание нести другим. То есть не то, чтобы даже я как учитель, да, а я скорее как проводник, который помогает человеку открывать все новое и новое в себе. И понимать, ну как бы новые, скажем так, уголки жизни, да, то есть по ним приходят новые понимания и озарения. И это очень важно, на мой взгляд, этот процесс, познание, он очень и очень важен. Давайте сделаем небольшую практику, посмотрим, как этот процесс работает. Сядьте или лягте в удобном для вас месте, где никто вас не побеспокоит. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Ощутите это пространство максимально глубоко, насколько вы можете. Дальше, когда вы почувствовали это пространство, да, то посмотрите в этом пространстве, да, что, например, мешает проявлению осознанности, да. То есть может быть есть какие-то бессознательные мотивы, суждения, какие-то случаи негативные, которые влияют на вас. Вот, и когда вы почувствуете, допустим, какой-то такой случай, да, или суждение, посмотрите, откуда оно приходит, откуда идет этот случай, да, и двигайтесь в него, то есть в этот случай, перепроживите его, то есть полными ощущениями. Сделайте это один раз, два раза, три раза, то есть столько, сколько необходимо для того, чтобы улучшить ваше состояние. Вот, и когда вы почувствуете, что оттуда ушел негативный заряд, что состояние выправилось, вот, да, можете проработать другой случай, который пришел к вам. Если, допустим, случай не прорабатывается, да, ну, то есть вы прошли его несколько раз, да, возможно, появится более ранний подобный случай. Вот, пройдите этот случай до конечных явлений, до того момента, пока вы не почувствуете, что там больше ничего нет. То есть суть в том, чтобы двигаться глубже и находить все более глубокие случаи, да, то есть и прорабатывать их, чтобы заряд оттуда ушел и ваше состояние выправилось. Вот таким способом это работает. И когда вы проработаете, допустим, несколько случаев, да, то есть вы можете, когда почувствуете, что облегчение наступило, можете на этом завершить сессию и поблагодарить себя, пространство, то есть дать подтверждение, что это выполнено. Вот, и, конечно же, если что-то у вас вдруг не получается, вы можете всегда обратиться ко мне, написать в личные сообщения или в любом удобном вам способе, вот, и мы сделаем бесплатную консультацию. Вот, когда вы почувствовали, да, что это все, да, то есть что сейчас пока что вот вы проработали достаточно, завершите сессию, скажите «благодарю» и наполните пространство любовью, радостью и счастьем. Вот, это будет как раз то, что необходимо для вас в данный момент. То есть таким образом вы можете прорабатывать любые болезненные ощущения, которые есть у вас и справляться с ними. То есть это способ, который помогает в этом и такая практика называется процессинг. Вот, то есть я, когда провожу с человеком процессинг, да, то я более углубленную проработку делаю, да, то есть мы находим те случаи, которые влияют на человека, двигаемся все глубже и глубже и справляемся с негативным зарядом. Поэтому если вам есть желание получить бесплатную консультацию, то напишите мне, вот, потом мы сделаем сессию, где проработаем негативный заряд. Вот, также я провожу обучение, обучение тому, как можно научиться процессингу и обучение основам жизни, то есть курс преодоления подъемов и спада в жизни и достоинства и целостности личности, да, где вы можете научиться правильно, корректно справляться с жизнью, то есть научиться выявлять социальных людей, антисоциальных и, соответственно, научиться справляться с тем, чтобы не совершать каких-то неприятных, негативных поступков и справляться с ними, то есть чтобы у вас не было утаиваний. Вот таким образом, друзья, так что буду рад вас видеть в друзьях, все мои контакты указаны под этим видео. Если видео было вам полезным, приятным, ставьте отметку нравится, подписывайтесь на мой канал, включите колокольчик, это напоминание о новых видео и, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Вот я вам желаю всего доброго, счастья, гармонии, радости, вот и, конечно же, вот сейчас у вас на экране появились еще новые видео там о том, как изменить судьбу, как справиться с негативными зарядами, это все о процессинге, посмотрите их, пожалуйста, подписка на мой канал и мой сайт, где вы сможете узнать более подробную информацию обо мне и о проекте Академия Счастья. Вот также в описании мои контакты, добавляйтесь в друзья, в соцсетях, пишите, я открыт к общению и мои книги Мир и Вечного Познания и Полное Исцеление, они тоже по ссылкам в описании к этому видео. Вот я вам желаю счастья, осознанности, гармонии, вот мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео, до скорой встречи, друзья.